Представители Латвийской железной дороги встретились с руководством города, чтобы обсудить новые проекты, которые будут реализованы в Далговпилске. Первые два проекта касаются Далговпилского железнодорожного узла. 80 миллионов евро выделены на реконструкцию парка приема поездов на Новом Форштадте и сортировочные. Сейчас могут принять составы длиной 850 метров. После реконструкции через Далговпилск пойдут и поезда длиной 1050 метров. Увеличится пропускная способность, улучшится безопасность и уменьшится уровень шума от движения поездов. Кто получит жителей Далговпилса, это тишню. Полную тишню не гарантирую, но процентов мы Шкаратаву эту систему реализовали. 40-50% уровень шума упал сразу в этом районе массива. Поэтому здесь немножко будет лучше в этом плане. Плюс оба проекта парк приема и Шкаратава дадут возможность принимать парк приема поезда со стороны Риги прямо с той стороны, то есть не заезжая в город. Сегодня рижские поезда у нас проходили по Большому кольцу, между Первомайского, заходили на Пасарыцкую, закрывали этот переезд большой, который на молочный комбинат шел туда. Это все будет устранено, поскольку часть поездов будет приниматься напрямую. Специалисты уверены в том, что поток грузов будет расти. Фактически закладывается основа для еще более масштабного проекта электрификации железнодорожных линий от Трезокна и Далговпилса до Риги. Общие издержки по проекту могут достичь 1,3 миллиарда евро. Первый этап обойдется в 519 миллионов. Из фонда Кахези ЕС Латвия может получить на эти цели 347 миллионов евро. В самоуправлении обсуждали с руководством железной дороги еще одну важную тему. Сегодня необходимо восстановить подъездные пути в промышленных зонах, где планируется открыть новое производство. Проекты, которые мы реализуем по развитию наших индустриальных зон, связаны и с подъездными путями. И реализовать наши проекты отдельно, независимо от проектов развития железной дороги, не получается. Это даже и хорошо. В итоге, я думаю, что выгодно будет и самоуправлению, и Латвия сделается лишь. Эти проекты, реализация которых начнется уже в нынешнем году, хороший знак для Далговпилса. Города, экономика которого тесно связана с железной дорогой.